Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восадули в огороде. Сегодня я хочу продолжить тему томатов. Томаты, которые я сеяла в этом году и которые я буду сеять в следующем году. Томаты это гибриды, но гибриды, которые заслуживают уважения. Если вам бы дали попробовать эти томаты, я вас уверяю, вы ни за что не скажете, что это гибрид. Настолько они сладкие, вкусные, мясистые и причем урожайные. И дело в том, что гибриды мы можем собирать и собирать. Вот сейчас они висят у нас буквально кусты, ломятся от этих томатов. Поэтому я вот сейчас, пожалуй, поподробнее вам расскажу про все томаты. Ну, конечно, не все, но продолжу рассказ про томаты. Ну что ж, давайте посмотрим томат. Это томат-гладиатор. Вот так вот он выглядит. В кисти у него до 11 штук томатов. Вот если мы сейчас посмотрим, вот смотрите, это одна кисточка. Вот одна. Он буквально-буквально вот увешан томатами. И опять-таки, вот эти вот именно, я не знаю, вот такие мощные томаты с такой мощной завязываемостью, очень их сложно подвязывать. Вот если вы видите, да, куст уже как бы лег. Но вот в таком состоянии, конечно, его трогать ни в коем случае нельзя. Он сразу-сразу сломается. И посмотрите, как он завязывается. Он начал завязываться сразу, видите, как бы от земли. Вот томаты были посажены здесь лежа. Вот немножко большевата была рассада. И вы посмотрите, и вот он идет, идет. И с той стороны, и вот, вот, посмотрите. Он идет и завязывается, и завязывается. То есть отличный томат, вот просто отличный. И томаты, конечно, не очень крупные, но они очень вкусные. Мы уже их ели. Поэтому этому томату я тоже говорю, да. Он такой немного ребристый, вот если посмотреть. Но томатов на этом, я не знаю, на томате это лавина томатов. Вот я вам просто передать не могу, сколько их много. Вот сейчас я вам разрежу и покажу томат в разрезе. Вот, что мы видим. Томат очень-очень мясистый. На вкус, так, сейчас я попробую на вкус. Томат очень сладкий, мясистый. Вот если мы видим, посмотрите, сколько здесь мякоти. Несмотря на то, что он вот немного как бы такой, ну, твердоватый, этот томат хорош для консервирования, но и для салатов. Очень-очень тонкая у него шкурка, очень тонкая. Вот, томат очень хорош в консервировании, он не растрескивается, он очень хорошо держит форму. Его можно как мариновать, как солить, просто отлично. Томат можно порезать, конечно, в салаты. И еще немаловажно, из него получается очень-очень густой, концентрированный томатный сок. Это вот тоже немаловажно для томата. Сейчас я вам взвешу, и мы посмотрим, сколько же весит томат. Итак, томат 158 грамм. Ну, это вполне нормальные томаты, которые беспроблемно мы можем с вами, да, входят в горлышко банки и именно консервировать и кушать. Это достойный очень томат. Семена я покупала томатов в магазине Ситспост. Меня этот магазин устраивает. Во-первых, там быстрая доставка. Там можно найти любые семена, которые причем вы не купите в магазине. Мне нравится качество семян, всхожесть хорошие семян. Поэтому в магазин Ситспост, я думаю, что относится очень как бы так вот аккуратно с семенами, что они их правильно хранят, поэтому всхожесть у них хорошая. Есть система кэшбэк, это тоже немаловажно, что сэкономит ваши деньги при покупке. Есть система скидок. И всегда бывает приятно, что когда даже предлагают вам выбрать какой-то там подарок для себя, это тоже очень приятно, что магазин Ситспост заботится о своих покупателях. Ссылку на магазин Ситспост вы найдете внизу под роликом. Сейчас я вам покажу томат Маматара Голд F1. Вот этот томат, это томат Япония, продолжает удивлять японскими селекционерами, как я понимаю, он выведен. Плоды его индотерминатного типа, они гибриды. И сам именно плод, он оранжево-желтый. И по вкусу, вот уже мы съели первый томат, во-первых, очень крупный, и он с какими-то нотками, вот правильно, как здесь нам пишут, что с какими-то нотками тропических фруктов. Вот действительно, настолько вкус нежный, что если вы его попробуете, вы ни за что не скажете, что это гибрид. Вы посмотрите, какой он в разрезе. Зерен действительно в этом томате очень-очень мало. Здесь вот такая вот сплошная мякоть. На вкус, сейчас я вам скажу на вкус. Этот томат, он настолько сладкий и сахаристый, что я просто вам не могу передать. Вот если бы можно было, я прям 10 бы ему поставила. Вот действительно. И если вы, вам вот так завяжут глаза и скажут, что вот попробую томат, сорт это или гибрид, и я 100% уверена, что вы скажете, что это сорт, а на самом деле это гибрид. Переходим к следующему томату, который действительно достоин уважения. Это помидор челябинский баклажан. Когда я заказывала этот томат, я почему-то думала, думаю, ну форма будет баклажаном. Но это томат вот такой вот формы. Посмотрите, очень такая вот, ну интересная, да, форма, она как бы с носика. Это гордость уральской коллекции томатов из серии гибридов, оригиналов. Плоды очень яркие, они действительно огненно-красные, по форме напоминающие баклажан. Мясистые, сочные, с мелкозернистой, нежной, вкусной мякотью. И именно приятной тяжестью куст, это он очень мощный. Он, прям сразу вам скажу, его нужно очень хорошо подвязывать, потому что он просто-напросто не выдерживает вот именно тяжести томатов. Сейчас я вам разрежу и покажу. Вы посмотрите, если мы посмотрим, здесь просто сплошная мякоть. И посмотрите, в камерах действительно у гибридов как мало семян. Мало семян. Поэтому, в общем-то, он хорош для салатов. Сок исключительный. Очень тонкая кожица. На вкус этот томат, сейчас я вам скажу, он сладкий. И, вы знаете, с вкусом, вот действительно, это томат. Пожалуй, я даже если бы попробовала, меня угостили. Я бы не сказала, что этот томат вырастили в теплице. Вот опять-таки, вот смотрите, я вам называю гибриды. Гибриды, но такие гибриды вы не купите в магазине. Так, ну, давайте завесим, какой же вес томата. Ну, я возьму вот другой томат. Так. 268. 268. Есть отдельные экземпляры, которые, ну, прям довольно-таки очень, даже очень-очень крупные. Томаты, я этот томат, конечно, буду обязательно сеять на следующий год. Сейчас мы с вами посмотрим томат «Карнабель». Мы его раньше уже показывали. Так, сейчас я его взвешу. Вот. 364. 365. 65. 365 грамм. Но это очень достойный вес. Томат «Карнабель» это F1. Это индетерминатный гибрид, поэтому сразу думайте о том, как подвязать. Томаты очень тяжелые, растут они кисточками, их просто очень много в кисти, поэтому даже при неблагоприятных условиях завяжет до 50 плодов. Ну, это действительно так. И отсутствуют так. Семена практически отсутствуют. Сейчас посмотрим. И очень вкусная мякоть, сочная, тает во рту. Все это позволяет перечислить гибрид «Карнабель» к разряду мировых селекционных шедевров. Ну что ж. Сейчас я разрежу гибрид «Карнабель». Вот, давайте посмотрим. Действительно, семян здесь практически мы не увидим. Здесь вот просто сплошная мякоть. Очень тонкая шкурка у этого томата. На вкус очень сладкий. Очень сладкий. Ну, пожалуй, я даже не знаю. Вообще к гибридам я бы его не отнесла. Конечно, «Карнабель» я буду сеять вот обязательно. Сейчас мы посмотрим с вами томат. Это чудо-помидоры. Это «Царевна лебедь» F1. Вот такие вот томаты. Это сказочно-карасивый индетерминатный гибрид. Гибрид гармония. Значит, от изысканной внешности до очаровательных и ярких, насыщенных красных плодов. Вот выровненные, они все выровненные, отборные. И при соблюдении агротехники в теплице до 5 килограмм с куста. Но я вам скажу, что дело в том, что можно... Вот это поспелее я вам сейчас разрежу. Что производитель лукавит томатов не 5 килограмм, я вам хочу сказать, а достигает где-то до 10 килограмм, потому что куст буквально увешан томатами. Сейчас я вот разрежу, и мы посмотрим «Царевну лебедь» в разрезе. Вот, давайте посмотрим. Вот чем хороши все эти гибриды, которые я вам показываю. Вы посмотрите, насколько они мясистые, очень много мякоти. Семян очень мало в этих томатах. Так, вкус. Пожалуй, если делать из него томатный сок, это, конечно, что-то. Но можно делать и томатный сок, можно, конечно, и для салатов, потому что томат действительно вкусный. Сейчас мы взвесим с вами и посмотрим вес томата. 157. 157 грамм. Это нормальный вес для томата, вполне нормальный. Я говорю, его очень хорошо консервировать. Я консервировала. Он не трескается, не лопается. И вот вообще по характеристикам все эти гибриды, они созревают на кусту. В данный момент у меня они не подвержены были фитофторе. Но это, опять-таки, я хочу сказать, это правильная агротехника. Это преждевременные, если мы видим плохая погода, осадки, это, конечно, обработка томатов. А сейчас я вам хочу рассказать про томат, который... Это чудо-помидоры. Это серия чудо-помидоры. Это снегопад F1. Это индотерминатный гибрид. Плоды исключительно выровненные, гладкие, с глянцевой поверхностью. Поражают своей томатной свежестью. После съема хорошо дозариваются и хранятся в комнатных условиях до двух месяцев, предлевая томатный сезон до первого снега. Вот поэтому его и называют снегопад. Но я вам хочу сказать, что этот томат висит гроздями. Его очень-очень много. Долго висит. Ну, томат, я не знаю. Я ему, пожалуй, даю оценку отлично. Ну, а для консервирования он вообще незаменим. Сейчас мы его взвесим. Вот такой томат. 93. 93 грамма. Сейчас я его разрежу, и мы посмотрим, какой он в разрезе. Конечно, вот сейчас вот этим томатом, который я держу снегопад, им бы, конечно, еще повисеть. Тогда они такие более мягкие, вот. Но для консервирования я их вот рву в такой вот стадии. Ну, что ж, сейчас вот посмотрим. Ну, как я уже ранее сказала, конечно, этому томату еще бы, конечно, повисеть. И более-менее, как следует, да, дозреть. Но все равно сейчас мы его попробуем. Потому что для консервирования лучше брать не перезрелые томаты. Ну, знаете, несмотря на то, что ему бы еще висеть и висеть, вот если мы сейчас посмотрим, я не знаю, камера передаст или нет сахаристость этого томата. Вот видно, что, ну, как вот, знаете, арбуз мы когда режем, сахарный, вот такие вот, как крупочки, такие вот крупиночки. Ну, действительно, вот томат, который достоин уважения. Дорогие друзья, сегодня я вас познакомила с гибридами томатов. Не с сортами, а с гибридами. И думаю, людей, которые, ну, знаете, как-то относились не очень там, да, ну, все-таки гибрид, вот многие пишут, гибрид, хочу сорт. Вы знаете, я думаю, если вы попробуете посеять эти томаты, вы не получите разочарования. Я вас уверяю. Ссылку, где я покупала эти семена, вы найдете внизу под роликом. Это магазин СицПост. Не надо бегать, искать где-то эти семена там по другим там сайтам в отдельности. Все эти семена можно прямо у них приобрести. Еще очень хорошая новость, что магазин СицПост в сентябре проводит вкусные недели. Что же это такое за вкусные недели? В эти вкусные недели будут очень хорошие скидки на все, что связано с едой. Будут скидки на семена ягод, на семена овощей, на различные продукты питания. Поэтому, я думаю, это вас все приятно удивит. А с вами была Юлия Меняева на канале Высаду Левогороди. Отличных вам урожаев, богатых урожаев, сладких вкусных сахарных томатов. Пока-пока!